Москва, август, 2022 год, на улице плюс 30, и ровно 10 лет назад мы с моим отцом купили мне первый серьезный велосипед. И этот велосипед мой любимый, красный Cannondale Trail SL4. И это Хартел на 26-х колесах, который прослужил мне верой и правдой не один год. Но за последние три года я открыл для себя мир кросс-кантри, где стиль катания и ландшафт немного отличаются от привычных мне лесных тропок. И я понял, что моего велосипеда не хватает, из-за вытрихалого на корнях, наката на спусках, да и вес бы не мешало скинуть. И сначала я себе хотел Merida Big Nine 7000, затем формат 11-12, но их не было в наличии и непонятно когда они будут. Москва, август, 2022 год, плюс 30, и я вам представляю свой новый велосипед. И да, ребят, это мой новый каньон люкс CF7. Да, прямо сейчас я нахожусь в сердце российского, наверное, велоспорта. Здесь просто огромная насыщенность разных магазинов и так далее. И именно здесь я получил свой заветный новый велосипед. Сейчас, соответственно, около 8 вечера, и я сегодня уже не буду с ним заморачиваться, а завтра начну непосредственно сборку. Я уже на самом деле и так после привоза этого велосипеда не забирал его в течение трех дней, так что подождать плюс один день для меня не составляет особой проблемы. А вот уже в эти выходные я стопудово возьму на нем и расфигачу весь свой лес, в котором я катаюсь. И я мысленно очень долго шел к двухподвесу. Это были реальные опытные вычисления. И, наконец-таки, я пришел. И, как всегда, друзья, мы лишь только начинаем. На следующий день, сразу же после работы, я помчал в свой любимый маленький магазинчик под названием CityCycle. Там меня уже ожидали мастер по имени Стас, а также сотрудник по имени Кеша. Короче, вот мы и в CityCycle. И, несмотря на то, что вы сейчас не видите, Стас уже в перчатках. А это значит, что мы как раз сейчас будем собирать эту мою новую пушку. И, короче, я решил не сам его собирать, хотя Каньон, в принципе, подразумевает именно самостоятельную сборку, потому что велосипед типа как на 95% уже предсобран и так далее. Но я решил доверить свой новый велосипед в проверенные руки, поэтому мы сейчас к этому и приступим. Но, на самом деле, мы решили подойти к этому немножко нестандартно. Потому что многим людям интересно, как, в принципе, запакован Каньон в коробку. Потому что, честно говоря, упаковка немного отличается от всех именитых брендов. И именно поэтому мы сейчас разрежем коробку по высоте с двух сторон, чтобы раскрыть крышку таинств и показать вам внутренности велосипеда. Да, конечно, Каньон в хорошем смысле поражает, как он запакован. Реально, ни один такой бренд, разве что Arbea, так не запаковывает свои велосипеды. То есть здесь есть даже целый бокс, который максимально персонализирован. И это просто феноменально. Ну, короче, отдельно. Вот этот талмуд лежит, блин, в каждом велосипеде. Вы когда-нибудь видели такой мануал по велосипедам? Мне кажется, тут страниц, ну сколько, тысячи? Ну, короче, это просто что-то с чем-то, ребят. Ну, а вот то, что действительно Каньон предсобран на 90-95%, это истина. То есть Стас сказал следующее, что как бы велосипед для ленивых мастеров. Но, тем не менее, Стас все равно сказал, что со втулками и с кареткой все равно приходится немного поработать, чтобы велосипед катил уж точно без проблем. То есть нельзя сказать, что мы его собрали там феноменально быстрее, чем любой другой бренд. Не, у Стаса, мне кажется, вышло практически столько же времени, сколько и на какой-нибудь спеш, я не знаю, трек и так далее. Но в чем реальный прикол, то что все переключатели были действительно супер настроены. То есть Стас даже их не подстраивал. А в комплекте с велосипедом шел еще насос для вилки, ну то есть вообще полный жир. Ну и мы, конечно же, все по очереди покатались. И я, и Кеша, и Стас, ну в общем, пофанились нормально. Так, 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 так. Вот тот самый красный Cannondale, которым не служил много-много лет веры и правды. Это просто легендарный велосипед. И да, на его смену приходит тот самый карбоновый двухподвес Каньон. И я как раз таки хочу даже понять на своем самом привычном маршруте, насколько эти два велосипеда отличаются. Потому что, как вы знаете, на самом деле двухподвес достаточно хорош с точки зрения проходимости. Но с точки зрения скорости он может легко проигрывать какому-нибудь тому же карбоновому хардтейлу. Тем более я недавно сделал достаточно заметный апгрейд на этом самом Кэноне. То есть мы поставили более легкие колеса, покрышки, переключения лучше. Ну в общем, этот велосипед даже не очень сильно проигрывает в весе тому. Поэтому эксперимент такой. Я возьму самый свой привычный маршрут и прокачу два дня подряд. То есть сегодня и завтра на Каньоне, чтобы посмотреть за сколько времени я его пройду. И сравню его с сотней пройденных маршрутов на Кэнонделле. Потому что на самом деле я уже обкатал не знаю сколько раз этот маршрут. Ну короче, есть чем сравнивать. И мы как раз таки посмотрим, выигрываются ли секунды, а может быть даже и привозятся. Но опять же, здесь просто такая специфика, что конкретно здесь очень мало всякого рода корневых маршрутов. То есть двухподвес здесь, ну так, можно сказать, не в своей тарелке. Хотя может быть это все лирикой, на самом деле он просто уделывает две щепки этот хардтейл. Короче, давайте посмотрим. Ну а теперь немного технических характеристик этого самого Каньона. Здесь базовая карбоновая рама от бренда Каньон. Система здесь в круг идет Shimano Dior XT. То есть это и тормоза, и переключатели, шатуны и так далее. То есть все XT-шное. Амортизация здесь от Fox, то есть это Fox Float 32. Когда колеса здесь карбоновые от бренда Reynolds. Да, кстати, я уже сделал две пробные закатки на Каньоне. Правда в топталках тупо, чтобы привыкнуть к велосипеду. Поэтому он мне будет достаточно уже знаком и не будет проблем с раскаткой. И вот я впервые закатил на контактных педалях свой любименький маршрут. Ну и сразу, помимо того, что у меня теперь два амортизатора, а не один. У меня в глаза бросился тот факт, что на самом деле покрышки здесь немного широковаты. То есть они мне непривычны. И это реально сказывалось, что и в первой поездке, что и на самом деле до сих пор. То есть 2,4 это против 2,0. Ну, скажем так, серьезная ширина, которая заставляет больше вкладывать мощности в момент движения. Так, ну вот я и откатил свой стандартный 20-километровый маршрут. И я на самом деле насчет привычки к велосипеду погорячился. Нет, все же к 29-м колесам надо привыкать по-новому. И я это сполна ощутил в динамике, когда уже непосредственно катался с юркими поворотами и так далее. Короче, нет. Завтра будет более точный эксперимент. Да, почему к 29-м мне надо привыкать, потому что на Кэноне стоят 26-е. И это на самом деле такое достаточно необычное ощущение с точки зрения поворачиваемости, разницы между 26-ми и 29-ми. И как только я отдравил свой велосипед после первой покатушки, я уже предвкушал второй, потому что на самом деле я и с треком накосячил. Ну, короче, второй день был многообещающий. Да, кстати, если вам кажется, что у меня там какой-то плоский маршрут, достаточно любительский и так далее, да нифига, он имеет большое количество подъемов и большое количество скоростных спусков. Ну, в рамках кросс-кантри, конечно. Так, ну, пришло разобрать те самые треки, то есть еще раз. Я проехал на Каньоне тот самый маршрут, на котором я катался на своем Кананделе не один раз. И я возьму, пожалуй, последний трек на Кананделе, потому что он был объективно самый неплохой, быстрый и так далее. И сравню его с актуальным треком, который был пройден у меня сегодня на новом Каньоне. Да, общие данные. Этот маршрут имеет протяженность около 20 километров плюс-минус 300 метров. Общий подъем на этой дистанции составляет 290 метров. И на самом деле, знающие люди понимают, что это не такое уж и маленькое значение для МТБ велосипеда. Причем все эти подъемы и спуски, они довольно динамичны. Окей, ну, давайте теперь перейдем к цифрам. И сначала разберем тот самый заезд на Кананделе, который случился буквально 14 августа, то есть это две недели назад. Расстояние 20 километров 400 метров. И я его прошел за 1 час 2 минуты 28 секунд со средней скоростью 19,7 километров в час. Температура была 23,3, то есть на самом деле все было хорошо, комфортно и так далее. Ну и в целом, важно еще отметить также среднюю частоту пульса. И она у меня во время этого заезда составляла 140 ударов в минуту. При этом максимальная частота пульса составляла 161 удар в минуту. А, кстати, максимальная скорость 50,6 километров в час. Ну, а другие данные, я думаю, мы не будем уже сравнивать, а перейдем непосредственно уже к заезду самого каньона. И тут получился заезд на 20 километров 160 метров, то есть буквально на 240 метров меньше. И общее время у меня уже составило меньше часа, 59 минут 40 секунд, со средней скоростью 20,3 километра в час. Суммарный подъем составил 290 метров, что почему-то на 10 метров меньше, но я, если честно, думаю, что это погрешность часов. Потому что, ну, маршрут один и тот же, тут никаких новых вводных. Вот, ну, а дальше начинается реально интересное, что средняя частота пульса у меня сегодня составляла 135 ударов в минуту. И это на 5 меньше, чем на Каннеделле. Причем, кстати, на остальных заездах Каннеделла тоже была там частота пульса 140, то есть это закономерность. И то, что сейчас я показал 135, это о чем-то говорит. А максимальная частота пульса здесь уже составляет тоже на 6 ударов меньше, то есть это 154 удара в минуту. Ну, довольно классный результат, я считаю. То есть это говорит о том, что я на этом велосипеде немного недоработал, что я могу повкручивать поактивнее, скажем так, и получить даже более высокий результат с точки зрения скорости. Вот, ну а максимальную скорость, которую я показал на этом велосипеде, составляет 52,8 километра в час. И это на самом деле, ну скажем, реальность абсолютная, потому что практически все горные спуски на двухподвесе ощущаются совершенно по-другому. Это я могу сказать сразу и на 100%. Да, то есть я начинаю как раз таки отмечать те различия, которые я уже гарантированно получил. Первое, это еще раз, скорость на спусках, контроля на двухподвесе гораздо больше. То есть я могу реально ехать быстрее и получать от этого больше удовольствия на большей скорости. А второе, это то, что я себя чувствую довольно комфортно с точки зрения вытряхалова в конечном счете. Потому что, ну как ни крути, хардтейл, он на корнях ведет себя не так здорово, как двухподвес. То есть на многих участках я довольно сильно уставал, когда я ехал на хардтейле, а тут усталости как и не было. То есть буквально приезжаешь в гараж, ставишь велосипед, и ты чувствуешь себя как огурчик, у тебя нет никакого дискомфорта там в пояснице и так далее. То есть это суперское ощущение. И на самом деле, вроде бы кажется, что всего два различия, но эти два различия уже меняют серьезно погоду. Поэтому первые выводы мы уже сделали, будем смотреть на двухподвес дальше, то есть как у меня будут расти результаты на нем. Поэтому все карты у нас на руках, но я уже буду, правда, трекить уже не с часов, а уже с велокомпьютера. И да, я думаю, вы понимаете, к чему я клоню в том числе, что скоро будет выпуск и на компы в том числе. Ну а я, кстати, после этого самого заезда уже успел покататься с Сонькой на велосипеде еще десяточек километров. Ну то есть это велосипед как и для скорости, так и для кайфа. Поэтому едем дальше. И вот я в домашней обстановке, в домашних штанишках, даже в валенках на ноге не заправил кровать, ничего. И должен вам сказать, как же я отношусь к своему новому каньону. Ну вот я, собственно говоря, покатался уже на нем приблизительно три недели. И могу сказать, что у меня по поводу двухподвеса неоднозначное ощущение. А в чем неоднозначность? В том, что он, ну вообще прощает все абсолютно ошибки. То есть, грубо говоря, что разделяет езду с закрытыми глазами от езды с открытыми глазами на двухподвесе? Только то, что надо знать, куда ты едешь. То есть можно реально ехать куда угодно, двухподвес глотает абсолютно все препятствия в рамках кросс-контрейного ландшафта. И от этого немного скучно. Не, поймите меня правильно, может я привык к хардтейлу достаточно сильно, что он мне дает какой-то челлендж с точки зрения маневров, управления и так далее. Ну, двухподвес как-то мне вообще не дает такого ощущения. То есть я на двухподвесе катил с горы по пересеченке с предельной скоростью 64,7 км в час. Я никогда даже на шоссейнике не разгонялся до такой скорости. И велосипеду хоть бы хны, он как таран просто едет вперед, и ему все равно на происходящее под колесами. И опять же, это как и плюс, так и может быть и минусом для кого-то из райдеров. То есть, например, для меня я бы все же хотел попробовать, например, какой-нибудь контрейный хардтейл на карбоновой раме, чтобы, ну, сказать уже финально свои какие-то ощущения между алюминиевым хардтейлом и карбоновым двухподвесом. Ну, в общем, суть заключается в том, что это не последнее видео про каньон. Я буду еще катать, пока не выпадет снег на нем, чтобы делиться с вами ощущениями. Но, тем не менее, на данный момент я пока не могу сказать своего окончательного вердикта. Класс это или не класс? Ну, например, для мужиков за 50 лет, кто любит кататься на велосипеде, кросс-контрейный двухподвес это просто пушка. С этим я просто не могу не согласиться. Да, поэтому я приступаю к новым видео, поэтому мы с вами не прощаемся. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok